Девушки отдыхают 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 Покушают. Ну, не кушают, а это полдень. Ну, чтобы между тренировками побольше времени на остановление было, по идее. Я думаю, что да, они специально много отдыхают, но если бы мне предоставили, скажем так, такой выбор, я бы все равно выбрала выходить на тренировку, как обычно мы это делаем. А здесь ребята рассказывают о вечерней подготовке норвежцев. На вторую тренировку те выходят, когда стемнеет. На этой высоте клэба с партнерами чуть дольше, чем наша команда. Группа «Бородавка» приехала на 2000 метров 16-го числа из Тоблаха, где пробежала контрольную. Это контрольная, какая это контрольная. Это так, чисто, проработаться. А у вас там скейтлон был? Да. Кто выиграл? Большой. Я немного проиграл. Прошедшая контрольная сейчас в Тоблахе показала, что большинство Червоткина будут заряжать на скейтлоне, поэтому будет очень и очень трудно. Первая контрольная в Сайзер Альм запланирована на ближайшие дни. Пока же ребята привыкают к высоте. Когда ложусь спать, то как бы сначала думаю, что на следующий день делать и как дальше тренироваться, чтобы все-таки улучшить свою форму, улучшить свои результаты. Потому что все до этого соревнования, они как бы дали понять, что ребята не отдыхали все и все трудились. И меня стало обгонять большое количество человек. Слушай, а куда больше тренироваться? Да нет, не больше. Просто на самом деле, когда дело даже не в больше тренироваться, а когда все идет гладко. Если все получается выполнить в летний период, то зимой ты просто соревнуешься. А когда не получается в летом сделать то, что запланировано, то зимой уже приходится думать, как. Ну и гонки нужны. Расстроился, что Францию и Планицу отменили? Ну на самом деле да, потому что был план, что будем участвовать и как бы эти соревнования будут использоваться как контрольный старт и для проработки, и для улучшения формы.